Ты очень правильно затронула эту тему с Григорием Перумовым, потому что я за этим делом достаточно пристально следила. Чиновник обвиняли в хищении более чем 164 миллионов рублей при реставрации архитектурных памятников. Я даже ждала, когда все-таки Поклонская, которая так очень любит всю эту тему, выступая таким радикальным защитником православия, которым, естественно, она, наверное, не является по сути своей, она никаких заявлений не делала. 43 заявления, жалобы в прокуратуру подала на фильм «Атильда», а вот этим делом она как-то не интересовалась, хотя там воровали на храмах и монастырях при реставрации их. И сейчас, получается, вот этого заместителя культуры Григория Перумова освободили в зале суда в связи с отбитем срока, хотя хищение было на миллионы, на сотни миллионов рублей произошло. Там, естественно, были фигурировали другие еще лица, это директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазоа, руководитель в ГУП Центра реставрации Олег Иванов и другие чиновники. И в 2012 году, по версии вот этого обвинения, у чиновников Минкультуры возник умысел на систематическое хищение денег, выделенных на реставрацию памятников культуры. Вот это дело, которое говорит о том, что полтора года колонии можно спокойно дать человеку за хищение сотен миллионов рублей, а три года дать за силовой захват полицейского. Люба, ты так говоришь, полтора года. Человек вышел в зале суда, еще раз я напомню, Перумов, ему дали этот срок и отпустили домой под бочок к Милой. А еще у нас такие же неведомые штуки происходят. Вот у нас, смотри, пропала диссертация Мединского. А некоторые бумаги, они меняют написание, то есть из русского языка превращаются в непонятные. У нас тем славится такая служба Росреестр. Это Росреестр, любимая, любина служба, которая выдает кучу документов. Неправда. Привет, а? Запрашивает у них. Там обычно такая справочка, на которой написано, какое имущество кому принадлежит, на каких основаниях, как куплено, не куплено. И помните, такая интересная была история, когда сыновья чайки вдруг исчезли, и вместо них появились то ли инопланетяне, то ли истинные рептилоидные имена, то ли это какой-то пароль от, не знаю, от почты. Что это там? Уздулс. Какой-то, я, господи, сломаю язык. Я удивить. Вот, я все равно неправильно прочитаю. И появились эти имена. Ну, как там, наши юристы так забеспокоились, говорят, что такое? Давай-ка мы как-то это исправим. Ведь это же ужасное начинание. Теперь на любой справке можно написать любой бред, и Росреестр скажет, а, ну расскажи ли бы ты про суд, про Верховный суд. Что теперь он сказал? Ну, эта история действительно началась с того, что Фонд борьбы с коррупцией сделал фильм расследования по поводу незаконного, незаконно и коррупционно приобретенного имущества чиновников из Генеральной прокуратуры и сыновей Генерального прокурора Артема Игоря Чайки. И потом пошла эта свистопляска, когда мы обнаружили в 2016 году, что Росреестр изменил информацию о недвижимости, принадлежащей сыновьям Генпрокурора, на вот эти странные сочетания букв. Тогда мы обжаловали это в суде, сначала в районном суде, потом в Таганском районном суде, потом обжаловали дело Москорсуде, и каждый суд, он говорил, что это законно. Недостоверная информация, которая находится в Росреестре, которая должна быть достоверной, выдавать информацию о действительных владельцах недвижимого имущества, то, что там находится, как это абр-кадабр, непонятное сочетание букв, это все нормально, это все по закону, потому что якобы это сохраняет персональные данные. И сейчас мои коллеги из юридической службы Фонда борьбы с коррупцией дошли до Верховного суда, и коллеги Верховного суда Российской Федерации по административным делам постановила, что Росреестр имеет право не раскрывать имена владельцев недвижимости. Простите, но вот эта вот история с этим постановлением, она опровергает как раз ровно тот закон и тот принцип, по которому изначально вот этот весь реестр существует. Реестр недвижимости существует ровно для того, чтобы каждый гражданин мог зайти в него. И за небольшую оплату, которая, условно говоря, типа госпошлина, то есть это такая оплата небольшая за информацию, за получение информации, может получить достоверные сведения, достоверные сведения о том, кто этой мышцей владеет. Для чего это нужно? Для того, чтобы всех нас не могли обмануть хитрые мошенники и продать нам квартиру, которая им, например, не принадлежит. Ну, черные риэлторы так называемые, чтобы они не могли делать какие-то операции с недвижимостью, которые им не принадлежат и которые они не имеют ни малейшего отношения. И поэтому этот реестр как раз ровно того и нужен, чтобы там была достоверная информация. Он ведется не частными лицами, а именно государством, потому что именно государство обеспечивает вот правильность достоверных этих сведений, чтобы граждане могли каждую минуту получить достоверную информацию, чтобы их не могли обмануть мошенники. И сейчас, когда эта ситуация произошла, получается, что вот весь реестр, который стоит огромных денег, чтобы вывести, хранить эту информацию, обновлять, содержать и так далее. И все это совершенно бесполезно, потому что информация там недостоверна. То есть если они могут заменить информацию в отношении каких-то отдельных там сыновей какого-то чиновника, они могут заменить ее и в другом месте, и в третьем. А кто даст гарантию, что ее не заменят там по какой-то коррупционной взятке от какого-то там не чиновника, а не знаю, там другого там, вот этого черного риэлтора или бизнесмена. Нет такой гарантии. Потому что реестр сейчас, вот вы, извините, на эту достоверность, она нарушена. Поэтому это очень важное дело. И, естественно, это не осталось без внимания. Это дело со стороны юридического сообщества. И высказался бывший судья, например, высший арбитражный суда Роман Бевзенко. Обратил внимание, что сначала там, когда передавали это дело все на рассмотрение коллегии Верховного суда, было достаточно, то, что его вообще передали в коллегию, достаточно хороший повод сказать, что действительно это дело важное. Но потом определение было очень некомплементарным, почему они передают это дело. Все свидетельствует о том, что действительно могут признать коллегия Верховного суда по административным делам, что это неправильно, что это не основанное решение на законе предыдущих судов. Но потом что-то пошло не так и сказали, что нет, все нормально. Видимо, было административное давление влияния генпокурора Чайки на рассмотрение в этом суде. Папа попросил. И профессор Высшей школы экономики Артем Карапетов на странице Фейсбук назвал это решение суда ахинеей. Полностью поддерживаю коллег и юристов, которые называют это ахинеей, потому что действительно закон о персональных данных говорит, что может быть исключение, если есть другие федеральные законы, которые предусматривают иные правила. То есть она говорит, что по общему правилу не должна хранить персональные данные, но если федеральные законы предусматривают иной порядок, он должен сохраняться. И в данном случае как раз такое было предусмотрено законом о регистрации. Но вот СДУ настали на защиту детей одного из чиновников России. Но это не единичный случай. Такое продолжение нашей большой-большой долгой истории фигурантов расследования ФБК. Тут на днях Жора видосик запилил. Давайте мы посмотрим... Георгий Албуров, наш коллега. Мы смотрите, Георгий Албуров, наш коллега, сделал видосик. И он там много-много разных историй раскрыл. Вот мы говорим, мои любимые две. Про яхту Медведева и про квартиру дочки Собянина. Яхта Медведева. Помнишь, что-то вот чудеснейшую, про которую было расследование? 25-метровая яхта. Как думаешь, кому он ее продал, отдал, передал? А давайте я не буду спорить, а мы сейчас все вместе с вами посмотрим отрывок. Мы не будем смотреть отрывок. Слишком долго займет нас это время, а у нас осталось две минуты. Мы поэтому скажем вам, друзья, теперь она принадлежит Николаю Теретичу Шамалову. Если вам вдруг еще неизвестна эта фамилия, то она принадлежит, и вообще имя и отчество заодно принадлежит другу Путина. Вместе с его такого человека, который с ним рос буквально в корпоративе озера. А еще она принадлежит предполагаемому зятю Путина. То есть, получается, Медведев продал, как у нас это называется, свекр. Вот сейчас вот здесь я могу ошибиться, но мне кажется, Медведев продал яхту свекру Путину. Вот бы знать за сколько. Прекрасный комментарий к новости, которую мы до этого обсуждали. Теперь Путин зарегистрирует все свои 20 с плюсом дворцов в Росреестре, подписив донимом Навальный. А ты докажи, что не проплачен. Опять многоходовочка. Ну, что касается видео Георгия Албурова, нашего коллеги, то смотрите его на основном канале. Оно вышло вчера буквально. Там можно посмотреть про выпускников расследования фонда борьбы с коррупцией. Что с ними стало сейчас? Фонд борьбы с коррупцией выпустил уже, я со счета точно сбилась. Я не знаю, может кто-то ведет учет расследования фонда борьбы с коррупцией. Но вот десятки. Бастрыкин ведет. Десятки, да. Бастрыкин. Десятки. Если бы Бастрыкин вел. Ну вот. Десятки расследований выходили за последние несколько лет. И поэтому интересно было посмотреть на судьбу и имущество и людей, которые были фигурантами.